Яркие новости культуры, подробный рассказ о необычных проектах, эксклюзивные интервью с талантливыми людьми. Всё это в программе «Сей Юн» на телеканале «Север». Вдали от центра, но рядом с людьми, одно из старейших образовательных учреждений округа празднует юбилей. 80 лет исполнилось в школе посёлку Усть-Кара. За всё время школа переживала самые разные моменты и, несмотря на трудности, выполняла свой долг, снабжала необходимыми знаниями жителей Карского побережья. Не сразу шёл устроенность, не сразу школа устроенность, и честь свою доверила тем, кто её храни. Музыка и смысл знаменитой песни прекрасно подошли для гимна школы посёлку Усть-Кара. Текст гимна – как история образовательного учреждения, а ему есть, что рассказать о своём прошлом. Взять хотя бы тот факт, что первые ученики занимались в доме «Севкрай Пушнины». Печка, буржуйка, свечи, деревянные лавки и столы. В таких неприхотливых условиях учились в грамоте первые школьники. Ими были дети пастухов и оленеводов. В 2007 году мечта педагогов сбылась. Они переехали в новую школу. С появлением новой школы, конечно, всё изменилось. Всё изменилось. И появилась радость в глазах учителей и детей, потому что помещения светлые, тёплые, большая школа. И появилось много возможностей для учителей и также для учеников. В смысле того, что у нас появились интерактивные доски, компьютерный класс, физкультурный зал. Марина Григорьевна – одна из тех, кто связан с историей школы. После окончания педуниверситета Герцена по распределению попала в Усть-Кару. Учила детей русскому и родному языкам. Несколько раз приходилось уезжать, но судьба как будто снова возвращала её в посёлок на побережье Карского моря. В итоге около трёх десятков лет посвятила родной школе. Молодой учитель Сергей Кузнецов богатым стажем похвастать не может. Четыре года работы в Заполярье для него уже подвиг. В родной республике Мариэл такой экзотики не увидишь. Говорит, как будто попал в 90-е годы. Нет ни связи, ничего такого, ни интернета. Водопровода нет, отопления нет, печное. Наверное, углем отопить. Это всё дико. Поначалу я где-то за недели-две, наверное, привык уже. И потихоньку влился, наверное, как местным уже меня считают здесь. Не потерять себя и интерес к работе помогает творчество. Вместе с такими же энтузиастами Сергей снимает фильмы. Делает фотоколлажи, а с ними участвует в конкурсах. Старожилы говорят, учителя в этой школе всегда отличались неординарным подходом к обучению. Без него тут просто не выжить. Выпускница 1961 года Галина Анатольевна помнит, как они пионерами отмечали полёт Гагарина в космос. Ни удалённость посёлка от столицы округа, ни обособленность от внешнего мира не помешали отметить события всезоюзного масштаба. Горн, барабан. И мы ходили по посёлку. Сугробы вдоль посёлка вот так вот шли. И мы так поднимались, опускались. И кто нам встречался, всем кричали. И Гагарин в космосе. Что такое космос, может, не совсем понимали, но погнали в мире, знали, что это, наверное, очень хорошее дело. По желанию педагогам и детям были соответствующими, получать необходимые знания и достойно представлять школу на территории округа и за его пределами. Мы с лучей готовы всячески помогать. Мы обязаны просто реагировать на каждый ваш звонок. И не просто так, если у нас начальник управления образовая новость, с тем, чтобы она смотрела, что это у нас, что такие замечательные люди, которые работают в непростых климатических условиях и дарят знания для замечательных ребят. При первом же входе в вашу замечательную школу чувствуешь уют, чувствуешь доброжелательность, любовь и ответственность, которую только к мероприятию невозможно подготовить. Девятый десяток родной школы учителя и дети встретили с гордостью. Специально к юбилею подготовили выставку рисунков. На своих работах школьники показали, какое они ведут в школу через пару десятков лет. В Наринмаре исполнили «Добрые песни о главном». Все средства, вырученные от концерта, направят на нужды тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Деньги распределяют через региональное отделение Красного Креста. И что удивительно, песни в этом году исполняли не чиновники, их не стали отвлекать от своей работы, а почетные жители Неницкого округа. Праздник «Добрые песни о главном» родился вместе с КДЦ, то есть четыре года назад. Это представление уже настолько полюбилось жителям Наринмара, что билетов в продаже не оставалось далеко до начала концерта. Каждый наш участник уникален. Конечно, это может быть незаметный, простой житель нашего округа, но тем не менее, трудно им выйти было на сцену. Но они вот пересилили себя и старались, очень много репетировали. Сегодня можно посмотреть, как они будут внести свое творчество, дарить свою любовь нашим зрителям. Не успел раздаться звонок, оповещающий о начале концерта, как в зале уже нет свободных мест. Среди зрителей те, кто уже непосредственно выступал на этой сцене только в прошлом году, так и те, кто просто решил посмотреть на выступления непрофессиональных артистов. Гасни свет, в зале тишина. Началось. Из огромных колонок раздается всем известная музыка из песни «Увезу тебя в тундру». В этом году тематика концерта посвящена фильму «Девчата». Его сняли в далеком 61-м. Впрочем, эта картина даже спустя полвека актуальна до сих пор. Со сцены звучат знакомые многим фразы из произведения еще Советского Союза. Подача народных мотивов разнообразна. Каждой песне подводились действием. Сценки сменяют друг друга. Зрители не сдерживаются, подпевают. А юные жители танцуют, хоть и моложе самих песен. Сама счастлива просто за людей, которые сидят в зале, потому что сегодня они услышали столько песен забытых. Они нигде их не услышат. Вот сегодняшний концерт, вот все эти песни, мне кажется, полностью упрадывают название. Добрые песни и главное. На сцене выступают люди, которых запросто можно встретить на улицах города. Свои способности в вокале демонстрирует водитель Наринмарского АТП Николай Чикин, кавалер Ордена Дружбы Народов Тамара Лудникова и даже юрисконсульт делового центра Арктика. Каждый день и здесь в стенах культурно-делового центра под руководством наших, будем говорить так, тренеров по вокалу с нашим звукорежиссером Алексеем Ветровичем Татьяной Николаевной Сидейской. Ну и, естественно, дома радовала свою жену. Полтора часа проходит незаметно. На одном дыхании со сцены вспомнили произведения «От зари до зари», «Ландыши», «Валенки», «Падает снег» и другие песни о главном. Завершают концерт известной песней «Человек из дома вышел». Из Европы с серебром. Народный хор русской песни именем Вячеслава и Майя Смирновых занял второе место в Международном хоровом фестивале-конкурсе. Он на днях прошел в столице Чехии и Праги. Награда вдвойне цена, поскольку это первый выезд коллектива за границу. Международный фестиваль «Прага-Контакт» считается одним из авторитетных конкурсов в Европе. Коллектив подготовил к поездке насыщенную программу из восьми популярных народе номеров. Это песня о родном округе и России. Представлять свое творчество хор поехал в полном составе из 20 человек. Многие из его участников поют в составе хора более 20 лет. За всю 37-летнюю историю певческого коллектива поездка в Прагу первой. И, как показали итоги конкурса, успешный визит за границу. О своей малой родине и хороших людях рассказывали в минувшие выходные. В столице региона в 11-й раз прошел праздник землячества «Венок дружбы», который традиционно отмечается с большим размахом. На двух этажах культурно-делового центра одновременно разместились 25 землячеств. На встречу с гостями праздника они принесли национальное блюдо, история о знатных людях и то, чем славится их родной край. Деревни Сопка не существует уже больше полувека, а ее жители по-прежнему собираются вместе и приезжают в родные места. Отыскивают дома своих предков, ухаживают за могилами и бережно хранят старые фотографии, некогда цветущие деревни. Ежегодный праздник землячества «Венок дружбы» – хороший повод рассказать о своей малой родине, тем более, когда есть чем гордиться. Наша деревня славилась всем. В первую очередь рыбой. У нас рыбные места кругом. Это Святая речка, всем известны Чайкина, Голодная Бугатонюй, Чуклика. В общем, рыбой мы славились. Конечно, грибы, ягоды, мороженое. Это, конечно, тоже все было и есть. Чтобы не быть голословными, члены землячества приготовили для гостей традиционные угощения при Печоре. Тут и кулебяки, и рыба разных способов приготовления, пироги с ягодой, грибная икра. Гости праздника дегустировали угощения и могли приобрести то, чего не купишь в магазинах. Хотя про морожку такого не скажешь. Этот гост стал неурожайным на арктическую малину. И без того ценная ягода стала почти драгоценной, говорит Вера Ивановна. Чтобы собрать одно 10-литровое ведро, пришлось 10 дней ходить по болотам. Приехать без морожки на праздник она себе не позволила. Хотя не только природными дарами славится варандейская земля. У нас там жили рыбаки, колхозники, охотники-промысловики. Были именитые охотники, такие как Иван Федорович Тайборей. Валентина Ивановна Тайборей – это его дочь. Потом сегодня мы будем рассказывать об оленеводе. Оленеводы тоже у нас в землячестве варандей. Каждое из 25 землячеств могло рассказать что-то новое о своем родном поселении. Ведь никто другой не знает лучшей истории своего края, чем его коренные жители. Эднокультурный центр, организатор «Большой встречи землячеств» считает, этот праздник – своеобразная экскурсия по селам округа, где каждый стенд – музей, а земляки – экскурсоводы. Уже 11-й праздник землячества. У нас традиционный праздник каждый год в ноябре. Праздник посвящен Дню народного единства. Мы объединяем всех, кто входит в клуб земляков Нинецкого автономного округа. Вот в этом году у нас праздник посвящен Югре округа. Праздник землячеств имеет большой успех, ведь в нашем сравнительно малочисленном округе зарегистрировано 30 национальных и территориальных землячеств. Больше нигде в округе жители и гости города не могут увидеть все многообразие и богатство Нинецкого края. Заслуга еще и тех, кто это организовывает, это же тоже не так просто – собрать вот это все. Правда? Красиво представить. Мне очень нравится. Это как бы забота о людях, которые здесь живут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok